С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Глава государства провел большую пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 1400 журналистов. Это рекордное число. Ответы на вопросы слушал наш коллега Олег Хатанзейский. По сложившейся традиции президент подвел итоги года, после чего перешел к ответам на вопросы. В зале присутствовали как федеральные журналисты, в том числе кремлевский пул, так и представители регионов. Вопросы поступили самые разные, от серьезных про политику или экономику до курьезных, например, про конец света. Олег Хатанзейский расскажет подробнее. На этот раз пресс-конференция отделалась чуть больше трех часов, и за это время было задано около 40 вопросов. В основном, конечно, журналистами из федеральных сетей. Но вот ключевым вопросом всего общения с президентом стал вопрос общественного переведения о России. Корреспондент затронул тему падения качества жизни простых людей. Но не секрет, что страна переживает экономические сложности, и в связи с этим обороны населения, откровенно говоря, упали. С этим согласился Владимир Путин. Он заявил об этом в начале пресс-конференции. Цены на продукты растут, тарифы на ЖКХ тоже, а вот зарплаты не увеличиваются, а даже наоборот. Президент сказал, что в следующем году тарифы на коммунальные услуги поднимутся в среднем еще на 4%, а что касается пенсий, то они непременно будут проиндексированы. В остальном особой конкретики не было. Затрагивалась на конференции и работа губернаторов. По мнению главы государства, главная задача региональных властей выполняет перед своими жителями социальные обязательства, в том числе на эти цели. В следующем году федеральная казна субъектом страны выделит больше 300 миллиардов рублей. Сколько получит каждый, мне уточнялось. Эти деньги также должны помочь выйти регионам из долговой ямы, ведь в этом году многие субъекты взяли кредиты, в том числе Ненецкий округ. Ну и что касается кредитов, которые берут регионы, то Путин сказал, что они должны идти на первоочередные задачи, а не второстепенные деньги, должны работать на создание инфраструктуры и появление новых рабочих мест. Теперь о бизнесе. Президент призвал региональной власти освободить начинающих ИП от налогов как минимум на два года. И тогда большинство предпринимателей смогут не только сохранить свое дело, развивать дальше. Затронули журналисты на пресс-конференции вопрос, связанный с повышением пенсионного возраста. Этого в ближайшее время не произойдет. А если и произойдет, то пенсионный возраст правительства страны повысит только для чиновников до 65 лет. Такая прозвучала цифра. Впрочем, переход будет постепенным. В остальном большинство вопросов касались экономики страны, борьбы с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине. Но стоит отметить вот что. Как только наши власти, страны будут уверены, что в Египте обеспечена безопасность для наших граждан, то полеты в эту страну снова будут открыты. Александр Зинский, телеканал «Север» из Москвы.